В необыкновенно приподнятом настроении мы сегодня находимся. Это телерадиоканал Страна ФМ в студии Влад Кутузов, Валерия Майорова, друзья. Ну и погода, конечно, сегодня сделала финт ушами. Мы уже прям так намылились, что весна пришла, а она раз и переквалифицировалась в осень. Но это всё ничего, потому что мы надежду не теряем и будем сегодня говорить о стройной фигуре. Да, о похудении. Друзья, доброе утро ещё раз всем. У нас сегодня в гостях эксперт по питанию компании Гербалайф, Фавла Васильевна Шилина. Алла Васильевна, доброе утро. Спасибо, что пришли. Мы вас ждали, сегодня очень интересный разговор, даже вот и у меня есть много вопросов в связи с наступлением весны. На самом деле мы вас очень ждали и так своевременно, что вы сегодня у нас в студии, потому что знаете, как получается? Вроде начинаешь там пуховики упаковывать в вакуумный пакет, убираешь все это на антресоли, достаёшь оттуда джинсы, хлоп, а джинсы где-то вот здесь вот и застряли и дальше не налезают. И на самом деле катастрофа. То ли надо бежать гардероб менять, но тут же ещё и в голове что-то, ты же не позволяешь себе, ты же расплываешься. Времени осталось, ну чуть больше месяца. Можно как-то себя, ну слово резко мне не нравится, но быстро привести себя в форму? Я считаю, что можно, но было бы более правильно, если бы мы вообще бы рациональным питанием занимались в течение года. Ну, наш народ уж так устроен, что вспоминает именно о своих объёмах ближе к весне, когда нужно одеть открытые платья и красивая одежда подчеркивает нашу фигуру. А тут мы видим, что вроде бы не входим в прежние объёмы. Поэтому, конечно, должны подумать в первую очередь о сбалансированном питании. Это в первую очередь то, что мы всегда забываем, то, что питание, оно должно содержать определённое количество белков, жиров и углеводов. И то, что главная ошибка в структуре нашего питания, современный человек, что белков у нас не хватает. Белков не хватает? Да. Ой, я думала, мы наоборот, мы так много едим мясо, вот это вот всё прям мясо, мясо, мясо. Но вместе с мясом мы едим и жир. А вот это да. Кстати, я вот подумала, что нужно пригласить в нашу беседу зрителей и слушателей. Да, абсолютно верно, друзья. Пожалуйста, свои вопросы для Аллы Васильевны задавайте прямо сейчас. У нас есть традиционно WhatsApp, Viber, он же номер для смс-сообщений, плюс 7909-928-189-9. И опять же, по старой доброй традиции, в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост. Мы его прикрепили, чтобы вам было удобнее. Он прямо в самом верху, вот там тоже в комментариях, можете присылать свои вопросы. А знаете, как многие, вот я в том числе, ну я что уж в грехах таить, давайте будем на моём примере разбирать. Я себе так говорю, вот организм, он так приспособлен, когда холодно, ему нужно создавать вот эту вот жировую подушку, она защищает, даёт чувство безопасности. Как в одеялке ходишь всю зиму. И мне вот как-то прямо на полном серьёзе казалось всегда, что зимой поправляться это нормально. Правда ли, что человек должен быть в каком-то стабильном весе круглый год? Ну, желательно, чтобы вес был стабильный. Конечно, наши климатические условия таковы, что это особенно холодная погода, ветер, большая влажность. То есть появляются какие-то у нас изменения пищевого поведения. Но я думаю, что если мы выбрали как бы структуру питания нашу верную, то есть уже знаем, идя в магазин, что мы покупаем, какие мы сразу продукты отметаем, то, в принципе, мы к весне не будем иметь такую прибавку в весе, если мы всё себе разрешим. Всё себе разрешим. А мы сегодня прям подробно поговорим, да, какие продукты нам нужно выбирать, чтобы вот всегда быть в тонусе и в стройности. Да, ведь, понимаете, в чём причина прибавки в весе? То, что у нас создаётся положительный энергетический баланс. То есть то, что мы едим много, высококалорийной пищи, и она несбалансирована по составу, то, что я вам сказала. Мы увлекаемся очень углеводами, то есть булками, соками, выпечкой. Большое количество у нас идёт жирной пищи. И забываем о белках, как основным строительным материалем. Мы забываем об этом. То есть это несбалансированное питание. Это в первую очередь. И второе, то, что мы мало двигаемся. Низкая у нас физическая активность. И вот эти два обстоятельства, они, конечно, способствуют тому, что мы подходим к весне с лишним весом. Как правило, это мы прибавляем жировую массу. И что мы должны сделать, естественно? Мы должны снизить калораж, но при этом оставить его сбалансированным по составу. У нас должно быть достаточное количество белка. Вот в чём тут проблема. Потому что, когда ты увеличиваешь долю белка в рационе, вот я как диетолог составляю рацион питания, и получается, белок увеличиваю, а у меня тут же калораж возрастает. Так, мы поговорим о том, как всё это сочетать. Это ведь целая наука совсем скоро. Да, Василий, мы сейчас прервёмся ненадолго. Друзья, через 2-3 минуточки вновь вернёмся, продолжим наш разговор. Ну вот, друзья, мы к вам снова вернулись. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Всем ещё раз доброе утро. Напомню, сегодня у нас интереснейший разговор. В гостях у нас эксперт по питанию компании «Гербалайф». Алла Васильевна Шилина. Алла Васильевна, ещё раз доброе утро. На чём мы остановились-то? Слушайте, мы остановились на таком интересном моменте, как сбалансированное питание. Потому что все сейчас вот фанатеют по диетам, и диеты бывают совершенно разные. Иногда даже вред организму наносят. Я на своём опыте расскажу. Вы знаете, вот этот знаменитый сельдереевый суп, и когда ты вот эту вот китайскую капусту с лимонным соком жуёшь, жуёшь, там можно без ограничений. То есть чувство голода ты не чувствуешь, но потом у тебя как-то начинают ломить колени, какие-то боли в мышцах, как судороги. А это всё потому, что там, наверное, чего-то начинает не хватать. Лера, я согласна с вами абсолютно. Я вообще даже не люблю вот это слово «диета», когда мы говорим о питании для контроля веса. Это не подходит вообще, это слово. Потому что диета, она не формирует правильных пищевых привычек. И диета – это те рекомендации по питанию, как правило, на короткий период при каких-то определённых заболеваниях. Поэтому давайте мы будем говорить о сбалансированном питании. Вот какое оно должно быть. Вот вы предложили мне салат. Капустный салат с лимоном. Да. Что он? Он действительно низкокалорийный, да, содержит клетчатку, какое-то количество витаминов. А где белок? Белок? Нету белка. Белок отсутствует. А белок нам нужен как основной строительный материал. Ведь клетки наши постоянно в организме обновляются. Но я вам скажу, что, например, костная система, конечно, она обновляется в течение 10 лет. А слизистая кишечника нужно для обновления 3-5 дней. Где взять строительный материал? А потом, собственно говоря, вся реклама. Потому что у человека в животе там шурум-бурум происходит от этой диеты. Поэтому мы должны, мне кажется, говорить о сбалансированном питании. И это правильно. И если мы будем придерживаться его каждый день, то, естественно, у нас результаты будут лучше в плане как веса, так и самочувствия. Но мы ведь все вот не совсем в равных, так сказать, долях, в равных условиях вступаем в борьбу с лишним весом. Есть люди, которые могут съесть торт, им ничего нигде не отложат. А есть люди, которые съедают там салат и листик. Да, я про сети добавлю. Видимо, здесь разговор уже о генетике идет, да? Потому что вот у меня есть знакомый, мой друг хороший, который ест, ну, в нереальных количествах, и огромные дозы. С ним ничего не происходит. Он был, как был худым, худым всю жизнь. Другим людям достаточно, да? Чуть больше перекуса, лишний какой-то маленький. И ты понимаешь, через неделю, что плюс килограмм у тебя уже есть. Вы знаете, мне кажется, вот этот вопрос о генах, о предрасположенности, это очень удобный такой аргумент к бездействию. Ведь все закладывается именно при рождении ребенка, так как мама его кормит, и какие вообще семейные привычки питания. И если в этой семье правильные привычки питания, они передаются ребенку, поэтому он и худой, он точно такие же пищевые привычки передаст своим детям. А если в семье привыкли есть блины с маслом, и еще хлеба немеренное количество в течение дня, то, естественно, этот человек будет предрасположен к избыточному весу уже с ранних лет. Вот в чем причина. Мы в первую очередь должны говорить о правильных привычках, пищевых привычках и правильном образе жизни уже вот то, что закладывается в самом начале, в семье. Ну что, давайте прервемся вновь. Друзья, две-три минуточки, и мы вновь будем здесь. Пожалуйста, будьте со стороны ФМ. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Если ты скажешь, да, здоровому образу жизни, сбалансированному питанию, вот все эти слова, мне как-то вот сегодня мне в душу прямо прилетают. И все это совершенно своевременно, потому что в гостях у нас эксперт по питанию компании Гербалайф, Алла Васильевна Шилина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я напомню все-таки наши координаты. Слушатели и зрители могут задавать вопросы. Для Аллы Васильевны. Плюс 7909-928-189-9. Это WhatsApp, Viber, он же номер для SMS-сообщений. В группе ВКонтакте, напомню, у нас есть специальный пост, вверху мы ее прикрепили для вашего же удобства. И, кстати, есть уже на вопрос. Привет, страна ФМ. Привет, слышите о продукте Гербалайф на телевидении и радио, между прочим. Мне 29 лет, и я пью продукт Гербалайф уже год. Мне не нужно худеть. Вопрос в следующем. Насколько продукт необходим молодым и энергичным людям, как я? Я, к сожалению, не подписался человеку, но вопрос вполне себе конкретный. Наверное, она начала его пить, когда хотела снизить вес, а сейчас уже вес сбалансированный. Ну, нужно ли продолжать? Я так понимаю. Или он? Не знаю. Ну, вы знаете, я считаю, что здесь даже, может быть, и не обязательно у человека стоит задача контроля веса или снижения веса. Продукт она, наверное, использует для того, чтобы самочувствие она имела хорошее. Во-первых, я, например, тоже использую его для завтрака. Это очень удобно. Это 2 всего минуты, низкий колораж, сбалансированный по составу продукт, достаточная доля белка, микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. Я это быстро сделала, выпила и побежала на работу. Вот этот продукт, как еда в стакане, для меня очень удобный. Я думаю, что вот наш слушатель, она тоже с такой же целью это использует, потому что она всё получила. Она зарядилась, она зарядила себя энергией, она получила необходимые витамины. Я считаю, что она правильно делает, потому что когда уже приходит необходимость контроля веса или снижения веса, в организме уже произошли определенные метаболические изменения. И чем я считаю, раньше человек использует этот продукт, вводит его в свой рацион, он, в общем-то, задумывается о своём будущем, о том, какое он будет иметь самочувствие лет через 15-20. То есть я правильно понимаю, что даже если вы очень стройны, вы можете использовать этот продукт, чтобы прекрасно себя чувствовать. А, кстати, вот если на диете сидишь, чувствуешь себя непрекрасно, ты всегда зол очень сильно. Правильно, да. И всех совершенно ненавидишь. Кстати, справедливости ради скажу, что Владимир, вот он подписался. Это всё-таки он, да, я была абсолютно права. Простите, пожалуйста, Владимир, но я почему-то как-то вот подумала... Слушайте, я хотел спросить по поводу фитнеса. И хотел спросить вот о чём. Где-то я читал, что всего лишь 10-15% при похудении приходится на физическую культуру, скажем, физическое упражнение, а все остальные 90-85% — это исключительно правильное питание. Насколько это верно? Да, я согласна. Я согласна, что 80% — это питание, 20% — это фитнес. И сколько бы он ни занимался в спортзале, ему не поможет активная физическая нагрузка снизить вес, если он не будет правильно питаться. То есть она нужна, я с этим согласна. И она может быть разной абсолютно. И кардиотренировки, и нагрузки с отягощением, и могут быть стабильные силы, так называемые йога, пилатес. Это и функциональная, так называемая, нагрузка. Это когда может подъём, например, в гору, большая нагрузка там при ходьбе с разным темпом. Да, ходить по часу в день, как советуют сейчас. Вы знаете, да, и самое главное, надо обязательно давать себе такие усиления, чтобы частота сердечных сокращений, она увеличивалась. А потом даёшь себе отдых. Вот такая тренировка, она очень полезна, особенно на свежем воздухе. Давайте ещё раз прервёмся. Друзья, я напомню, Алла Васильевна Шилина, эксперт по питанию компании «Гербалайф» у нас в гостях. Вопросы присылайте сами, знаете куда. Ну а мы через несколько минут обязательно вернёмся и продолжим. Друзья, доброе утро. Ещё раз всем, как обещали, мы вернулись. Алла Васильевна Шилина у нас в гостях сегодня. Доброе утро ещё раз. Эксперт по питанию компании «Гербалайф». Слушайте, вы так хорошо начали рассказывать про то, как вы встаёте две минуты, раз-раз завтрак, а вот подробнее об этом процессе, да? То есть там нужно как-то вымерять, какую-то громовку или что? Вы знаете, что есть очень удобное в линейке продуктов компании «Гербалайф»? Мы имеем продукт «Формула-1». Вот как раз у нас на столе они расположены. И «Формула-3». То есть мы каждому человеку можем индивидуально подобрать то количество белка, которое ему нужно в течение дня. И, например, вот свой вариант рассказываю. Я обязательно беру две ложки мерной, у нас есть мерные ложечки «Формула-1», и беру две мерные ложечки «Формула-3» и развожу на воде. Вот так мне нравится. Можно разводить там на молоке, кто-то хочет на кисломолочных продуктах, но я развожу на воде. Так делают многие, кто использует продукты «Гербалайф» длительное время. Слушайте, а по составу они отличаются как? Давайте вообще про состав. Что там? Вот вы сказали «высококонцентрированный белок». А какой белок? Да, вот, кстати, слушатели и зрительницы наша Марина спрашивают, что в составе этого коктейля? Вот такой же вопрос. Вот я вам расскажу. Вот «Формула-1». Значит, мы говорим о том, что это белковый продукт. Почему мы так говорим? Потому что основной компонент – там белок. У нас есть разные, ну, по вкусовым, таким качествам продукт «Формула-1». Это и ваниль есть, и клубника, и да, и шоколад. Вкусняшка. Вкусняшки разные. Тебе шоколадку. В среднем это там, может быть, 9-10 грамм белка в одной порции. Это, значит, в двух ложках. Это соевый белок. И не просто соевый белок, а изолят соевого белка. Это высокоочищенный белок, то есть очищен от оболочек. Он очень легко доступен для усвоения. Вот если мы едим бобовые, там, горошек, бобы, фасоль, иногда возникает вздутие живота, потому что это из-за присутствия большого количества клетчатки в продукте. В этом продукте прямо мы имеем уже подготовленный к усвоению белок. Помимо этого, здесь еще есть в продукте полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, микроэлементы больше 20. То есть колораж продукта 200 килокалорий. То есть это очень низко. Но питательная ценность этого продукта, она очень высокая. Можно легко приготовить, когда у тебя утром нет времени вообще, и тебе нужно быстро-быстро подготовиться и бежать. Изумительно. То есть ты уже получил все необходимое для начала дня, заряд энергии. Но я ведь правильно понимаю, что это не только для стройности, да? То есть все, что вы перечислили, это строительный материал для организма. То есть это безусловно. Безусловно. Конечно. Конечно. И когда я выступаю и разговариваю с независимыми нашими партнерами, я всегда им говорю, что нужно не только тогда уже использовать наши продукты, когда появился лишний вес, а нужно уже тем, у кого даже еще его нет, но в нашей сумасшедшей жизни, которая интенсивная в нашей жизни увеличилась многократно, использовать этот продукт. Потому что он хорошо регулирует все процессы внутри организма. Я не буду вдаваться в медицинские термины. Все знают свои процессы, да? Да. Но я могу сказать, это действительно очень хорошо улучшает самочувствие. Но мы еще об этом поговорим подробнее, я думаю, сегодня много важного осталось пока. А у нас впереди, друзья, несколько минут, и после небольшого перерыва вновь в эфире. Друзья, вернулись мы в Коам, телерадиоканал Страна ФМ. Нала Васильевна Шильна у нас в гостях, эксперт по питанию компании Гербалайф. Доброе утро еще. Много вопросов у нас есть, давайте будем задавать. Слушайте, а я вот сижу, и у меня тут план в голове созрел, да? То есть если это вкусно, если это полезно, а можно вот просто в течение дня выпивать несколько этих коктейлей? Во-первых, ты раз, хлопа стройненькая, а во-вторых, ну как-то все у тебя с собой, тебе не обязательно заморачиваться с готовкой. И прям секундочку, можно я добавлю еще? Вы говорили о завтраке, да? Вот в прошлый раз мы говорили. Это только завтрак или это птичьи, да, обед, ужин и все остальное? Значит, по количеству приема. Во-первых, мы интегрируем наши продукты в структуры питания. То есть мы полностью не замещаем все приемы пищи только исключительно коктейлям компании Герпалайф. Нет. Но в зависимости от того, какие цели человек ставит, например, он хочет улучшить самочувствие, ему может быть достаточно один раз прием коктейля осуществлять, например, в завтрак. Если у него есть все-таки проблемы с весом, они начинают появляться, возможно, это два раза. Вот я чаще всего использую сейчас два раза, например, утром и в полдник. Вот и я два раза тоже чувствую. Поэтому мы просто интегрируем, интегрируем. То есть у нас есть прием обычных продуктов, традиционных наших продуктов. Ну тоже нормальных, без жира. Да, конечно, правильные тоже. Мы даем рекомендации, какие лучше продукты выбрать. И с другой стороны у нас идет коктейль. Вопрос я задам. Яна к нам написала. Протеин вроде используется для набора массы. Нельзя поправиться от этих коктейлей. И нужно ли их принимать параллельно с усиленными тренировками? Во-первых, протеин, он бывает разный. Есть протеиновые коктейли исключительно для набора веса. Это чаще всего концентраты молочного белка. Это одна история. Это спортивное питание. Мы используем наш продукт для контроля веса. Или если у кого появляются проблемы с лишним весом, то есть для снижения веса. Это функциональный продукт. Это вот замена обычному продукту питания, когда нам нужно создать невысокий колораж, но при этом, чтобы питание было сбалансировано. Те люди, которые используют наш продукт и занимаются физкультурой или какими-то, допустим, нагрузками более существенными, они могут увеличить мышечную массу. Но я вас уверяю, жировая масса, она у них будет уменьшаться. Это очень-очень хорошо. А вот мне кажется, отсюда вытекает вопрос о метаболизме, о котором сейчас много говорят. И вот есть же мнение, я тоже читала, что можно его разогнать, условно говоря. То есть пить больше воды, кто-то советует 3 литра, 5 даже, питаться дробно маленьким количеством порций, часто. Вообще реально такое понятие, как разогнать метаболизм? Вообще он существует, нет? Придумок очень много. Не всегда они научно как-то подкреплены. Я могу вам сказать однозначно, что нужно. Конечно, дробное питание, это ускоряет любой приём пищи, это увеличивает скорость метаболических процессов. И в этом есть зерно, истина. Поэтому дробное питание, это очень полезно. И питаемся мы, мы должны питаться не реже 4 раза в день. Слушайте, у нас осталось так мало времени, а вопрос прям интересный. Можно ли совмещать приём с алкоголем? А то вроде надо худеть, а то и майские праздники. Слушайте, важный вопрос. Давайте, Алла Васильевна, вы ответите на него после большого перерыва. Две-три минуточки, мы вернёмся, друзья, будьте здесь со стороны ФМ. Ох, друзья, так много вопросов у вас, вот прям они слетелися. Я предлагаю приступить к их расшифровке. Мила нас спрашивала, можно ли совмещать приём коктейлей с алкоголем? Ну, если мы, например, ставим перед собой задачу контроль веса и используем низкокалорийное сбалансированное питание, то алкоголь, конечно, нам колораж увеличит. И человек должен подумать, если он планирует всё-таки получить хорошие результаты, стоит ли ему алкоголь включать в свой рацион регулярно? Если это будет, ну, эпизодически, например, на праздник, там, бокал шампанского, это одна история, а если он будет постоянно, каждый день выпивать, допустим, по две кружки пива, и при этом у него в рационе наш коктейль, то я думаю, серьёзных результатов он не получит. Ну, это вообще вредно, я хочу сказать, по две кружки. Да, слушайте, вопрос в огромное количество, вот уже нет, я путаюсь уже. Александр пишет, Алла Васильевна, клиентка говорит, что пьёт коктейль два раза в день, вредную еду не ест, а занимается спортом, при этом вес стоит. Все другие при таких условиях худеют очень хорошо. Начинаю думать, что, может быть, она врет, или, может быть, есть какие-то другие факторы. Я не очень понял, но я думаю, что вы поняли, о чём речь идёт. Нет, я не обманываю. Вопрос в том, когда она начала заниматься своим контролем веса. То, о чём мы с вами в самом начале нашей передачи говорили. Чем раньше, тем лучше. То есть я предполагаю, что у этой женщины не только, вот, уже существуют медицинские какие-то проблемы, с которыми нужно обращаться к врачу. Не всё так просто. Это первая история. Часто очень отмечают, например, говорят, я пил коктейль, я снизил вес, а потом он снова стал увеличиваться. Опять разговор о чём? Человек имел, скорее всего, предрасположенность к лишнему весу. Об этом мы тоже сегодня с вами говорили. Изначально уже, кстати. С раннего детства. И что произошло? Ведь когда мы принимаем коктейль, у нас уменьшается объём жировой клетки. После того, как вы заканчиваете, то есть вы начинаете не соблюдать диету, не используете коктейль или не выстраиваете, не научились справляться с такими пагубными пищевыми привычками, естественно, жировая клетка опять будет набирать вот этот свой объём. То есть всё логично. То есть принцип следующий. Нужно снизить вес, при этом вы можете использовать там два раза коктейль, и в некоторых случаях и три раза даётся коктейль. Ну плюс ещё остаётся у нас обычная, привычная для нас пища. А у Василия, у нас буквально полторы минуточки остаётся у партнёров, хотелось бы. Ой, независимые партнёры, которые, в общем-то, занимаются консультацией вот таких своих клиентов, это вообще люди, преданные своему делу. Они столько любви, нежности, энергии отдают им. Вот я Вам просто один случай скажу, что я говорю, когда Вы начинаете работать? И мне независимый партнёр, это не исключительный случай, она говорит, в 6 часов утра. Я говорю, почему? У нас есть один пациент, когда он идёт на работу, он хочет зайти к нам и выпить коктейль у нас в клубе. И они встают и идут к 6 часам, чтобы встретить вот этого одного своего клиента. Как это приятно. Валерия, это наш с тобой шанс. Мы встаём без 15,5, да? Пожалуйста, приходите, у нас клубов много, и они встретят Вас, и Вы выпьете коктейль, и придёте уже с заряженными на целый день. Спасибо большое. Ну что, на этом мы будем заканчивать. Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях была эксперт по питанию компании Гербалаев, Алла Васильевна Шилина. Алла Васильевна, огромное Вам спасибо. Спасибо Вам огромное. Ждём Вас ещё. Спасибо. Ну, честно говоря, у нас вот после этого эфира появилось ещё больше вопросов. К счастью, на нашу удачу завтра мы имеем шанс продолжить разговор. Да, завтра у нас всё продолжится. Завтра у нас в 10 часов утра в гостях бренд-амбассадор Гербалаев, великий человек, великий спортсмен, человек с большой буквы, величина, мировой уровней масштаба. Красавчик. Алексей Ягодин у нас в гостях сегодня на телерадиоканале Страна ФМ. Алла Васильевна, ещё раз большое спасибо. Спасибо за приглашение. Мы как-то чувствуем, что мы уже автоматически включили фону. От вашей энергетики начали уже, да, просто устроить. Спасибо. Спасибо ещё раз. Приходите, друзья. Мы тоже с вами прощаемся. С вами были Валерия Майорова. И Влад Кутузов. Счастливо. Пока и до завтра. До свидания.